Начиная с 1955 года, каждые пять лет в «Городах-героях» проводятся забеги, посвященные Великой Победе. Идея легкоатлетического кросса принадлежит саровчанину Вячеславу Линнику. Именно по его инициативе в Москве и прошел первый забег, посвященный десятилетию Победы. Он был участником и организатором всех остальных пробегов. Пробегов всего было около 13. Во всех почти что мне пришлось как журналисту принимать участие. Я рада Вячеславу Михайловичу, что он меня пригласил. Я как бы вернулась в спортивную молодость. И потом, уже по истечению других лет, мы также участвовали в других пробегах. Города, откуда начинались забеги, организаторы выбирали не случайно. Например, Брест – первый город, в котором немцы начали сильный артиллерийский обстрел. Курск, Сталинград, Севастополь. В них случались переломные моменты Великой Отечественной войны. Главным символом забега был факел, который спортсмены несли на протяжении всего пробега. Мы зажигали этот факел у вечного огня Севастополя, Сталинграда, Бреста. И всю дорогу наши спортсмены его несли, этот факел. Мы его не затухали, не затушали, не затухали. Мы несли от Севастополя до нашего вечного огня. Не только несли вечный огонь, но и мы еще везли капсулы с землей Севастополя, Сталинграда, в городах, где мы находились, откуда мы стартовали в Дне Великой Победы. Капсулы с этой землей мы передавали в музей ядерного оружия. Несмотря на то, что забег, посвященный 75-летию Победы, отменили, организаторы не расстраиваются. Они надеются, пусть и не в мае, но в этом году легкоатлетический забег все-таки состоится. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.